Этери Георгиевна поаплодировала после проката Александры Трусовой, и это несмотря на ошибки. Редкое проявление эмоций для холодного наставника. Что это, если не признание необходимости продолжить этот путь? Она не только хлопала, она сегодня красиво двигалась. Но ближе к процессу был Сергей Дудаков. Тутберидзе отвлекалась на разговоры с другими и отходила от бортика. Интересно, что Валиева провела вторую часть тренировки в наушнике. Слушала ли она болеро или русскую попсу, осталось неизвестным. Но на вопрос, получала ли она через ухо указания от Глехенгауза, все три нашей фигуристки рассмеялись. В отсутствии Глехенгауза, два оставшихся тренера могли быть довольны тренировочным процессом. Никакого спада в группе нет. Валиева допустила одну ошибку в прогоне, приземлившись на две ноги на четвертом тулупе. Щербакова зашла на два четверных, Луцифлип, но сделала только первый. Трусова осталась на своем привычном уровне. Два четверных прыгнула, с двух упала и сделала бабочку на еще одном тулупе. Сериал «Гонка за пятикваткой» зашел на очередной эпизод. Но кажется, в нашей делегации все-таки нашлись больные, как бы ни пыталась это скрыть федерация. То, что в Пекине нет генерального директора Александра Когана, скажем, не столь заметно. Но в это выпадение из команды Тутберидзе Глехенгауза на тренировке девушек приглядеть было невозможно. Даниила не видели на сборах в Красноярске. Правда, у группы Тутберидзе был свой график, а фигуристов на сборах разводили. Однако РБК писал о положительном тесте у хореографа. «Сборная России по фигурному катанию – однозначный фаворит Олимпийских игр в Пекине. Такого сильного состава у нас не было очень давно, а возможно, что и никогда. Наши фигуристы способны установить рекорд по количеству наград, завоевать 7 медалей, 3 из которых будут золотыми. Столько мы не выигрывали еще никогда, даже в времена Советского Союза. Что уж говорить о других странах, которым подобный успех может только сниться. На прошлых Олимпийских играх в Пхенчхане сборной России не удалось выиграть золото командного турнира. Ребята были очень близки к заветной победе, но ее не случилось. Настало время брать реванш в Пекине. Для этого у наших фигуристов все карты на руках. Если команды других стран могут похвастаться успехами лишь в одном-двух видах, то у нас сильных сразу три. От девушек, парников и танцоров немного отстают мальчики. Помешать России и стать первой в команднике может разве что абсурдное формирование состава. Например, если по каким-то необъяснимым причинам в команду не поставят лидеров. Валиеву, Мишину Голямова или Синицыну Кацалапову. Но такое развитие событий маловероятно. Все-таки руководство нашей федерации тоже рассчитывает на командное золото. И самолично понижать на него шансы не станет. Наши девушки имеют большие шансы завоевать три медали в Пекине и установить исторический рекорд. Еще ни разу одиночницы из одной страны не занимали весь пьедестал почета на Олимпийских играх. Вмешаться в борьбу наших одиночниц могла японка Рико Кихиро. Но из-за травмы она пропускает эти Олимпийские игры. А американка Алиса Лью никак не может справиться ни со своим тройным акселем, ни с потерянным после пубертата четверным. Попробуют ли Трусовой с Щербаковой обойти Валиеву на Олимпиаде? Попробовать они безусловно могут. Но чтобы Камила не стала Олимпийской чемпионкой, должно произойти очень много ошибок. Запас Камилы по баллам очень велик. Саша же может приземлить 5 четверных, но они не помогут при чистом прокате Валиевой, а лишь позволят уменьшить разрыв. Пока же считается, что Анна Щербакова ближе всех ко второму месту. Ее главное умение это собраться в нужный момент и хладнокровно откатать свою программу. И не забываем, что симпатии судей на стороне Ани. Саша с регулярными падениями, пусть и с ультра-Си, на лояльность при уставлении оценок рассчитывать не может. Только на свои квады, которые пока не принесли ей заветного чемпионского титула. Анастасия Мишина и Александр Голямов от старта к старту доказывают, что лучше них в парном катании сегодня никого нет. Сочетание высочайшей сложности и безупречного представления позволяет им с блеском выигрывать на протяжении двух сезонов. Прошлых признанных лидеров, китайскую пару Суйхань, они обыграли, будучи дебютантами на чемпионате мира. Почему же при чистом катании Настя и Саша должны вдруг проиграть им в Пекине? Из-за того, что китайцы будут кататься на домашнем льду, это могло бы сработать, будь наша пара не столь стабильна и сильна. Но повода сомневаться в себе они до сих пор не давали. Суйхань, несмотря на то, что они очень красивая и долгоиграющая пара, скорее всего в Пекине будут довольствоваться серебром. А бронза тоже достанется россиянам. Тарасовой с Морозовым или Байковой с Козловским. Шансы примерно равны, все зависит от того, кто чище откатается. Оба дуэта грешат ошибками, но на стороне Тарасовой с Морозовым опыт и симпатии судей. Если не допустят грубых ошибок, то опередят Байкову с Козловским. На чемпионате Европы уже опередили. В танцах на льду Россия претендует в первую очередь на серебро. Виктория Синицына и Никита Кацалапов, конечно, хотят победить и постараются сделать для этого все возможное. Но давайте честно, олимпийское золото при прочих равных отдадут французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Да, они пропустили чемпионат Европы в Таллине, а прошлый проиграли нашим. Но у них за 4 сезона всего 2 поражения. А в танцах очень важно количество побед. Один титул чемпионов мира Синицыны и Кацалапова против четырех у Пападакис и Сизерона. Виктория с Никитой заочно проигрывают. Французам даже не нужно выдавать прокат всей жизни в Пекине. Достаточно не допускать грубых ошибок, чтобы стать олимпийскими чемпионами. А Вике и Никите как бы не оказаться на третьем месте. Американцы Мэдисон Хэббл и Захаре Донахю вполне могут их подвинуть. На фоне проблем со спиной у Кацалапова такой расклад более чем реален. Александру Степанову и Ивана Букина на пьедестале в Пекине ждать не стоит. В танцах традиционно продвигают один дуэт на страну. У нас все ставки давно сделаны на Синицыну и Кацалапова. За Сашу и Ваню остается лишь порадоваться, что на эти игры их хотя бы пустили в отличие от предыдущих. А что же происходит в мужской сборной? Даже когда Михаил Коляда входил в олимпийскую сборную, медаль в мужском одиночном у России была маловероятна. Такая призрачная мечта, которая вряд ли воплотится в реальность. Ну а после известия о положительном тесте на коронавирус у Коляды и его быстрой замены на Семененко, медаль у мужчин точно можно помахать рукой. На пекинском льду нас ждут разборки настоящих титанов. Нэтана Чена, Юдзуру Ханю и Юма Кагиямы. Вмешаться в спор, которых могут разве что Винсент Джоу с Баян Дзином. Нашим же совсем молодым Марку Кондратюку, Андрею Мазалеву и Евгению Семененко нужно просто показать свое лучшее катание и целиться на следующий олимпийский цикл. На мировой арене они пока новички. И на пьедестал, когда есть признанные лидеры, судьи их не пустят. Тем более по технике наши спортсмены заметно слабее, а высоких компонентов, как у Коляды, заработать не успели. Надеяться же, что зарубежные фавориты вдруг все развалятся, глупо. Особенно, когда самих Марка, Андрея и Женю стабильными не назовешь. На чемпионате Европы в произвольной никто из них не откатался чисто. Но если получится это сделать в Пекине, то это уже будет для них победой. Таким образом, российские фигуристы претендуют сразу на 7 медалей, 3 из которых могут оказаться золотыми. Столько наши спортсмены не завоевывали даже во времена СССР. До этого их максимум было 5 наград. В Пекинже россияне приехали за историческим рекордом, избежать которого будет очень сложно. Ведь наша сборная на голову выше всех остальных. Пишите в комментариях, сколько медалей, по-вашему, завоюет Россия в фигурном катании. Субтитры создавал DimaTorzok